всем огромнейший пламенный привет мои дорогие друзья к этому видео я готовилась достаточно долго не в плане того что я настраивала камеру раскладывала карты нет я готовилась к тому чтобы донести до вас свое определенное видение и прочтение карт таро закона притяжения дело в том что мне эта колода попалась но уже очень много лет назад и обратив на нее внимание мне очень понравилась прорисовка мне очень понравилось оформление вот для меня на такое показалось вот очень теплая потому что здесь как раз таки применены не яркие краски не коллажи достаточно такие теплые цвета землянистые цвета природы и мне очень привлекла сама коробочка вот в таком зеленом то не темно-зеленом с фиолетовым и нянь здесь тоже карта кстати есть в этой колоде вот мне вот зацепило само оформление я еще не знала на самом деле что это колода оракульного типа и автор ее она написала естественно аннотацию трактов карты каждой карты со своим определенным видением но автор колоды марина равера значит но на самом деле когда начинаешь с ней работать она открывает более такие широкие горизонты для трактовки для понимания она дает такие тонкие подсказки и вот знаете вот именно вот эта вот работа когда я вижу что в ней намного больше смысла и заложено и раскрывается в работе нежели в книге марина равера кстати книга тоже в принципе неплохая но когда я начинала с ней работать и прочитала книгу я реально понимала что вот все равно несмотря на то что вроде как бы каждая карта описано мне этого описание не хватает я реально начала следить за тем как же проигрывается та или иная карта как проигрывается открывается мне тот или иной расклад и вот уже благодаря многим годам когда я использую данную колоду у меня конечно сложилось свое определенное мнение свое определенное видение этой колоды трактование некоторых карт на что они проигрываются поэтому просмотрев видео моих коллекторологов которые тоже имеют в своем арсенале данную колоду втором законопритяжения я реально решила выпустить обучающий курс который будет состоять из нескольких частей по этой колоде где я постараюсь описать каждую карту я очень надеюсь что мой труд мои трактовки мои наработки вам тоже придутся по душе что вы сможете эту колоду рассмотреть прочувствовать может быть с другой стороны нежели вы привыкли с ней работать а возможно еще это будет подсказка для тех кто только собирается купить эту колоду и просмотрев например мои уроки мое видео решить насколько эта колода будет интересно а кто-то возможно захочет эту колоду приобрести не просто как гадательный инструмент предсказательный инструмент а просто к себе в коллекцию хочу сразу сказать что колода интересная несмотря на то что вроде каждая карта в колоде она оракульного типа и как говорится что вижу то пою плюс твоя интуиция интуиция торолога тебе подскажет как работать с этой карты с этой колоды но тем не менее как бы очень много есть нюансов сегодня хочу вам представить мое видение старших арканов некоторые старшие арканы конечно они по трактовке артурова это они не будут сильно отличаться но тем не менее я считаю что я имею право высказать свое мнение как торолога поэтому кому будет интересно пожалуйста присоединяйтесь и так шут шут идет здесь у нас молодой достаточно такой позитивный товарищ не с собачкой белый как мы с вами привыкли видеть а с котиком причем котик шагает абсолютно уверенно он идет по достаточно широкой дороге дороге дорога широкая то есть его пути благословенные и солнцем и небом и землей и воздухом и эти пути предполагают широту души самого шута плюс его скажем так дальновидные планы планы которые он хочет по жизни исполнить широкая дорога как бы предполагает код как мне показалось все-таки он дает мудрость шуту но эту мудрость он естественно будет приобретать по мере преодоления этого жизненного пути самостоятельно но код как предостерегающий такой фактор идущий с ним по левую руку то есть мне кажется этот как раз таки тот фамильяр который будет оберегать его от злых чар и проводить дорогу по светлому пути не по темному пойти по светлому пути надо обратить внимание здесь что шутом у нас как солнце так луна луна со звездами и солнышко открытое от облаков и все это как бы вся дорожка вот освещена лунным и солнечным светом то есть небеса его благословили на то что то есть ваше начинание которое вы задумали они будут благословлены ну по всем скажем так канонам и законам природы со всех сторон и плюс еще с вами будет постоянно находиться какой-то фамильяр ваш такой близкие питомец друг в советчик помощника который всегда сможет вам скажем подсказать правильную дорогу и закрыть вас от темного света маг где-то в каком-то обзоре колоды я услышала о том что якобы маг он выходец из вот именно в этой карте выходец из простого народа то есть это обычный простой сапожник которые как бы пытается вот залатать свой башмак а может быть и не свой башмак то есть тут такое вот и интересная интерпретация может быть относительно вот увиденной картинки вообще мак сидит на природе и он находится на берегу моря озера вот вот это вот это площадь озера далее лес и достаточно светлые небеса то есть он очень близок к природе и черпает в принципе всю свою силу как раз таки и и из природы и если обратите внимание вот даже его одежды они в красно-зелено-коричневых тонах это не совсем даже латки мне пьем до показалось что даже это какой-то такой интересный цельный материал вот чего-то кажется всегда что если двухцветная какая-то одежда что это обязательно будут латки нет посмотрите него абсолютно цельная шляпа и на нем скажем не дешевые башмаки то есть в принципе и и посмотреть штаны без латок целая ну как бы все в порядке все хорошо поэтому предположить глядя на его одеяние что он ну как бы из людей маленького достатка но я бы не сказала просто мне кажется наоборот и проигрывалась она так что это человек с достаточно большим жизненным опытом который пройдя какой-то определенный жизненный путь начиная действительно может быть с самих низов дойдя до определенных верхов не боится и не чурается никакой работы и он показывает что несмотря на то что возможно я обладаю неимоверными знаниями а маг действительно такой он обладает знаниями умениями навыками он не боится браться за какую-то работу и он может оказать помощь и содействие как окружающему если он этот ботинок например чинит для кого-то так и в принципе для себя то есть он не боится оглянуться назад возможно на свое какое-то не совсем обеспеченное прошлое он все это вынес из своей жизни и дорос до такого состояния что он уже ничего не боится ему не стыдно человек действительно с большой душой с большим жизненным опытом он ценит труд простых людей он ценит труд тех людей которые работают руками физически они только умственные моральный труд поэтому он не чурается никакого труда и он реально понимает и человек вопрошающий по этой карте он тоже реально понимает что нужно чтобы достичь наивысшие касты нужно пройти через много 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 ступенек становления и вот как раз таки маг мудрый умный не боящийся ничего потому что он все это уже проходил все это он знает и понимает он показывает о том что в жизни ничего не нужно бояться и в конце концов вы начиная с самых низов вы достигнете достаточно великих вершин больших верховная жрица верховная жрица здесь молодая женщина в белых одеяниях вот когда смотришь сразу на карту вот это вуаль которая практически обволакивает все ее тело она немножечко сбивает вас с мыслей то есть ее белое одеяние это основное белое платье в котором она стоит на шахматной доске с письменами мудрости и вот она абсолютно чисто в своих белых одеяниях но она уже обладает каким-то определенным опытом мудростью знаниями познаниями ведами то есть это ведающая женщина да она облачена вот в такую серую вуаль которая дуновением ветра закрывает ее белоснежное платье то есть она сама чиста помыслы ее чисты но с другой стороны присутствуют определенная тайна потому что она единственная знает об этих видах об этих знаниях она единственная которая владеет этой информацией и тем не менее она будет вести себя достойно и так как она находится на территории шахматной доски каждый шаг она должна будет продумывать то есть это женщина которая продумывает свой шаг она внутри абсолютно чисто она горда что она обладает какими-то тайными умениями знаниями навыками и тем не менее она как серый кардинал может владеть ситуацией и влиять на людей и на ситуацию в том числе для разрешения каких-то вопросов очень интересная карта то есть вот даже ее такая поза полуоборота на ну вот как бы подсказывает что часть я вам откроюсь а большая часть все таки останется только в моем владении только от меня будет зависеть насколько будет продлип продвигаться решение вашего вопроса императрица здесь как раз таки молодая девушка в одеяниях красно-зеленого цвета с магическим жезлом на столе на магическом жезле ну вот такой изумрудный камень и магический диск с пентаграммой то есть у нее здесь реальная связь идет со всеми стихиями с одной стороны она женщина которая обладающая уже знаниями и опытом несмотря на свою молодость она пишет свою книгу теней пишу пишет свои заклинания свои знания для скажем сбора их в свой темный гримуар и она очень сосредоточена на исполнении вот этих написаний она сосредоточена на ней и в помощь конечно идет жезл который как бы дает ей вот такой порыв именно к действию к именно к написанию потому что как мы с вами знаем взяться за какой-то определенный труд достаточно сложно мы можем о нем думать но вот когда руки доходят именно до того чтобы сделать этот труд но как правило у нас вот почему-то не хватает то времени то сил то желание то еще какие-то препятствия и здесь как раз таки она полностью сосредоточена на писании вот именно своих определенных знаний и ведов перекладывание именно на бумагу здесь могут быть и заговоры здесь может быть написание тех же трактовок артаром если это таролог здесь возможно решение каких-то определенных задач если вы ученик и вы реально дописываете свой конспект написание текстов семинаров тремя и тренингов это тоже этот вариант это знающая женщина которая доводит дело до конца она понимает во имя чего она это делает и в помощь она берет себе четыре стихии и естественно высокий дух мужчина император мужчина император которые также сидит на берегу моря или речки очень сюжет как бы откликается у нас от мага да здесь мы тоже видим что здесь у нас озером было да и здесь у нас тоже у нас озеро вот она немножко такого зеленоватого цвета поэтому немного но как бы такое стоит вопрос что это нарисовано это озеро и на берегу озера на дороге сидит вот мужчина на таком огромном камне параллепипеде сзади у нас гора леса и он держит компас но смотрит в противоположную сторону это определение дальнейшего пути то есть мужчина четко понимает он он кстати очень хорошо одет прекрасно выглядит он ухожен то есть это состоятельный человек уже действительно тут видно что он состоятельный он знает себе цену он знает цену времени он знает цену тому что он делает и что он предпринимает и как он идет по жизни он не смотрит на комплеку на компас он смотрит в противоположную сторону он выбирает лучший путь компас может подсказывать направление движения но он сам знает как ему поступить что ему сделать в той или иной ситуации вот именно его решение в данной ситуации будет верным правильным несмотря на то что всегда будет рядом подсказка а у такого мужчину такого человека всегда будет рядом подсказка в виде компаса то есть какой-то ориентир он будет иметь при себе но тем не менее из-за своей своего опыта из-за уже прошедшего пути жизненного он реально понимает что самое важное самое главное решение действительно будет зависеть от него именно он найдет это главное решение иерофант иерофант здесь мы видим с вами судью и на латыни закон суров но это есть закон дюралекс все мы реально понимаем с вами о том что в принципе мы с вами живем по каким-то определенным правилам и подсказка здесь абсолютно просто живи по этим правилам живи по человеческим законам и суд тебя никогда не затронет несмотря на его суровость и справедливость это с одной стороны с другой стороны да конечно здесь по суду могут определяться как раз таки не по правосудию карта которая тоже есть у нас классической райдера вы это а именно по этой карте то есть тебе воздастся по справедливости и если ты поступил не честно то все равно карта тебя настигнет все равно наказание тебя догонит если же ты живешь по совести если ты поступаешь по человечески если ты реально понимаешь о том что нужно выбирать достойный тебя путь путь которая приведет к тебя к душевной гармонии и оставит после себя скажем хорошие теплые добрые воспоминания ты живешь жизнь действительно достойно тебе не будет стыдно перед твоими внуками и правнуками это один момент в этой карте другой момент в этой карте конечно судья это пожилой человек уже с сединой и это тот человек который всегда будет вас останавливать если вы будете совершать какие-то неправильные неблагоприятные поступки то есть рядом с вами при раскладе карт например на какую-то ситуацию будет подсказка рядом с вами есть защитник рядом с вами есть судья он же и защитник он же и судья в одном лице и прислушайтесь к тому он вам дурного не посоветует он вам подскажет если вам нужен совет он вам подскажет выход из ситуации если вы оказались в какой-то тупиковой и конечно к этому человеку нужно и можно возвращаться так как судья обладает определенными знаниями и эти знания достаточно скажем ценны по жизни то естественно обратившись за советом к старшему мудрому человеку вы получите подсказку в том или ином вопросе прислушаться который вот просто будет вам необходимо вот об этом эта карта проигрывается далее влюбленные здесь влюбленные соединяются в страстном поцелуе на фоне знака марса и венеры вот вот эти значки и естественно их захватывает такая страсть хотя цветовая гамма абсолютно такая спокойная она кирпично песочная землянистого цвета очень спокойного то есть здесь я для себя предположила зрелую пару которая возможно уже прожила друг с другом несколько лет они знают друг друга они дополняют друг друга и вот это единение противоположностей абсолютно естественное земное и осознанное то есть это влюбленные которые не просто делают свой выбор как у райдера вы это смит они сделали свой выбор они сделали его правильным и они несут вот эту взаимосвязь вот эту любовь сквозь года не чураясь той страсти которая не утихает с годами вот у меня проигрывается и видится именно вот так эта карта далее карта колесница седьмая карта обычно мы с вами привыкли видеть колесничего который едет на колеснице запряженная двумя лошадями здесь у нас четыре лошади практически всех мастей но у колесницы есть еще два крыла и все это на огненно-красном оранжевом фоне по воздуху вот у меня именно парение воздуха это такое стремление есть колесница которая везет воина в страну именно воин и ожидающих побед и есть колесницы которая ведет везет колесничего в мир тишину спокойствие и гармонию так вот как раз таки эта карта скорости огромной скорости большей скорости в два раза нежели классической карте колесницы райдера уэйта там две лошади здесь четыре лошади естественно сила мощь в два раза больше она читается и читается настолько хорошо потому что прямо вот видно что прямо из-под копыт бьет такой дым пар я не знаю какой-то вообще такое вот огненное облако и крылья поднимают колесницу прямо высоко-высоко в воздух и колесница вот прямо ловит вот это вот зарево которая за ним то есть тут и страсть то есть тут быстрота но вот эти вот крылья крылья которые показывают что колесница может быть как в черном свете так и в белом свете в чистом свете все будет зависеть еще от окружающих карт от характеристики вопрошающего от постановки вопроса и вот эта колесница это не просто поездка это не просто командировка это не просто дальняя дорога это не просто скорость это страсть напор ускорение это резкое взмывание ввысь как и в развитии отношений так и по карьерной лестнице но что это колесница принесет нужно обязательно как бы просматривать далее я еще если честно рассмотрела вот здесь на светлом крыле вот такой как бы не замысловатый образ вот здесь лицо явно вырисовывается вот рот нос два глаза и вот мне такое впечатление что как будто бы светлое крыло светлая часть этой колесницы она больше прорисована она все равно перетягивает как бы все на себя поэтому основное значение вот именно этой карты колесницы будет всегда уходить в положительные моменты в положительные моменты она и больше по площади прорисована нежели черное вот видите черное крыло а вот именно крыло белая светлая сторона вот этот вот лик который я здесь увидела вот мне дал такую подсказку что все равно свет побеждает тьму далее и вот такая вот умеренность идет восьмая карта здесь смотрите интересная карта где сердце абсолютно одинаковое по весу идет с перышком то есть трактовки марины мировой до уклон идет на то что главный аспект как бы этой карты что ум и сердце они должны быть у вас уравновешены то есть слушайте сердце не выключая голову либо наоборот не поддавайтесь дурным мыслям а прислушайтесь к своему сердцу сердце не обманет это это действительно вот такая трактовка карты она в данном аспекте она действительно проигрывается на все сто процентов то есть здесь перед тем как принять решение отказать либо согласиться послушайте свое сердце оно вас не обманет оно войдет у вас действительно в тандем с вашей головой и наоборот если ваши чувства зашкаливают подсказка на то что прислушайтесь к тому что вам подскажет ваш здравый ум и взвесив все за и против вы тогда будете принимать именно грамотное решение то есть здесь должно быть у вас согласие между сердцем и здравым рассудком между чувствами и здравым смыслом который приведет вас именно к правом правильному решению отшельник очень интересный отшельник мне он очень нравится такой вот старичок индус почему-то вот мне кажется что он именно индус он стоя на одной ноге медитирует под большим большим деревом с которых слетает листва и он скорее всего все таки делает медитацию именно на закате когда солнце садится рядышком стоит его фонарь неизменный друг и если видите его посок обивает змея символ мудрости то есть это человек умудренный опытом он прошедшие огонь воду и медные трубы обладающим многим знанием и хранящим в себе тайное знание соединяется с природой в медитации для восполнения сил и отдачи благодарности этой же природе мы мы едины с природой мы неотъемливая часть природы мы вышли из природы мы уходим в природу мы постоянно с ней и здесь вот все краски абсолютно все краски вода горы огонь огненный закат земля опадающие листья это все полностью вот соединение здесь четырех стихий я вот в своем прочтении и вот этот вот умудренный опытом человек жизненный тяжелой дорогой он верен своим традициям несмотря на то что он один он отшельник ведет скажем вот такой эскетический образ жизни он отказывается от многих земных прелестей и радостей современной жизни но тем не менее он через природу может и знает как себя наполнить чем в принципе и занимается он в данный момент вот так вот проигрывается эта карта вот так я ее вижу далее карта у нас колесница очень интересная карта здесь как раз таки и рука человека с указательным пальцем где написано у нас пустым пут указывает на определенные градации связанные как со всеми стихиями так и со временами года и так как колесо представлено у нас основными восьмию секторами то здесь мы с вами еще угадываем и восемь праздников колеса года в котором у нас идет еще разделение по тонам и вот это вот цикличность перехода колесов года она для каждого человека важна именно через колесо года немножечко здесь для меня открытие идет через веканство веканские праздники колеса года основные веканские праздники колеса года но здесь вообще шесть секторов раз два три четыре пять шесть вот если вы видите для меня вот больше вот почему там вот ассоциация именно веканских праздников восемь а здесь вот шесть но вот это вот цикличность каждого сезона перехода из одного в другое и в каждом сезоне своя определенная скажем так яркость красок насыщенность она вот и будет как бы подсказкой что все циклично все меняется и если как бы в одном сезоне краска меркнет то следующий сезон откроется тебе вот новым интересным событием новым каким-то познанием и новым продвижением и здесь вот самое главное не останавливаться то есть если заканчивается какой-то один период то есть второй период вот как волна в синусоиде он обязательно пойдет на подъем обязательно пойдет на подъем следующие вот здесь 11 и аркан здесь аркан сила то есть в классике у нас сила получается 7 здесь у нас умеренность идет то есть здесь наоборот в этой колоде у нас 11 аркан идет сила молодая девушка в чаще леса обнимает огромного зверя, огромного льва, а он, как маленький котёнок, прильнув к её обнажённой груди, даже полуприкрыв глаза, получает удовольствие от наслаждения, от релакса. Как видите, это густой лес, они сидят на земле, он полностью, скажем так, ей доверился. И вот здесь сила как его, так и её. Вот это вот взаимообмен двух энергий, человеческой и звериной, с одной стороны наполняют его, скажем так, человечностью и её, вот этой покорной звериной выдержкой. Следующая карта. балансирующий на канате, каната-охотец, канат закреплён между двумя зданиями, и он, естественно, без страховки проходит свой определённый путь. Вот этот вот путь без страховки на риск, тогда, когда вы не знаете, вы, говорит, дело или нет, и вам нужно рискнуть. И вы понимаете, что здесь или пан, или пропал. И вы в ожидании, вот в этом ожидании решения вопросов, пока каната-охотец дойдёт полностью по вот этой ленте, качающейся, да, вы балансируете. И вы балансируете, даже больше не физически, как балансирует вот этот каната-охотец на карте, а вы балансируете именно морально. Вы должны правильно выстроить определённые моменты в решении своего вопроса, для того, чтобы учесть все за и против, взвесить ситуацию, насколько велик риск, а риск по карте достаточно велик. То есть здесь, чем выше канат находится над землёй, мы не можем знать, насколько он высоко находится над землёй. Чем выше канат находится над землёй, тем риск предприятия больше. И, естественно, опасности больше, и, естественно, волнения вашего больше. Но и, скажем так, отдачи вы ожидаете больше. А если же риск всё-таки невелик, если канат находится практически над землёй, и вы ничем не рискуете, вы реально понимаете, что, да, балансировать можно, и вы найдёте выход с этой ситуации достаточно быстро и грамотно, решение придёт к вам в голову молниеносно, и всё выйдет так, как вы решили, то, да, сомнения в уме не будет, и не будет вот этого подвешенного состояния, которое несёт вот в прямом положении аркан повешенный. Поэтому здесь вот самый главный смысл карты – риск и сочетание баланса. Насколько велик риск, и настолько вас будет, скажем, внутри поднимать на волны, на волны эмоциональные, насколько вы сможете, в принципе, выдержать вот это вот напряжение, которое выдерживает напряжение сам канатаходец. Далее, карта смерть. Здесь прямая карта трансформации. На закате у нас бабочка, вылезающая из кокона. Мне почему-то кажется, что это ветка сакуры. Может быть, я её так вижу, что именно это ветка сакуры. Либо мне хочется, чтобы она была. Но вот для меня это почему-то сакура. Если это не так, поправьте меня, пожалуйста. И вот это вот перерождение, это перерождение во всех смыслах. Это и открытие новых горизонтов. И это ваше внутреннее просветление, умственное, моральное, творческое, тогда, когда вы были на какой-то грани недопонимания чего-то, и вдруг вам в один момент открылась и прояснилась вся картина, вся ситуация. Это и перерождение вас самого. Это перерождение в работе, в отношениях, в обстоятельствах. И причём всегда в лучшую сторону, именно выход на более глубокий, качественный уровень. Потому что здесь именно рождение бабочки. Смерть кокона, рождение бабочки. И именно из кокона выходит бабочка. Значит, выход к прекрасному. То есть вы откроете в себе лучшие стороны, лучшее качество, вы найдёте лучшее решение. Перерождение будет с явно положительным эффектом, однозначно положительным эффектом. Девушка под водопадом у нас на уверенности. И здесь, если вы заметите, на заднем плане вторая девушка уносит полный кувшин с водой. О чём карта? О том, что как нужно трудиться, так нужно и отпускать какие-то события. Всё время постоянно быть зацикленным на каком-то определённом процессе нельзя. Нужна перезагрузка. И для того, чтобы решить вопрос положительно, в работе, в учёбе, в каких-то обстоятельствах, в жизненных ситуациях, с детьми, в отношениях, зацикливаться не нужно. Нужно найти время, нужно найти момент, чтобы вы перезагрузили себя, разум и своё тело. И вот в этой перезагрузке следующий этап по решению, возможно, этой же проблемы, он будет просматриваться совсем по-другому. Намного проще и легче. И здесь как раз-таки ещё карта говорит о том, что огромная связь, мало того, что с природой, это вода, это лес, это многая красивая женщина, которая очищает и душу, и тело. То есть вы должны довериться природным инстинктам. Почувствуйте себя, что вам хочется, что нужно для того, чтобы вы переродились и очистились, чтобы вы набрались вот этой природной силы сполна. Где ваше место? В чём ваше место? Возможно, это отдых, поездка действительно. Возможно, это просто смена обстановки. Может быть, это хорошая, добрая книга. Возможно, просто подсказка вам, что сходите в баню, попарьтесь от души. Может, действительно, вам нужно искупаться в водоёме. А возможно, вам просто нужно закрыться дома с чашкой чая, перезагрузиться под пледом с любимой книгой. То есть для каждого это будет своё. Но это будет и очищение души, и очищение тела, для того, чтобы вы не загонялись на работе. То есть, ну вот, грубо говоря, делаю время, потехе, час. Но здесь от большой работы может быть и перетруждение, вот такое, перенагрузка. И вам действительно нужно найти силы и верные решения, чтобы двигаться дальше, правильно двигаться дальше. Найдите силы для тебя, для себя любимых. Дьявол. Ну и здесь карта, скажем так, она очень близка к увытовскому значению. Здесь дьявол с накачанным торсом, таким достаточно мускулистым. Восседает на троне из черепов. За спиной чёрные, как смоль, крылья. Правая рука поднята с посохом вверх. И тут, прошу прощения, тут не посох, тут кисть. И здесь палитра с красками. И краски разные. Он этими красками как бы даёт понять, что ты в моей власти, и я сам вправе выбирать, как раскрасить твою жизнь. От меня ты будешь зависеть, и от меня будет зависеть твоя жизнь и твоя дальнейшая судьба. Ты полностью в моей власти. Не тебе выбирать путь, а именно от меня это будет зависеть. Но только в том случае, если действительно дьявол, сидящий в человеке, будет намного сильнее самого вот этого человеческого стержня. И тогда сам человек, естественно, сможет выбрать для себя вот эти вот определенные краски. Краски для жизни, краски для принятия каких-то решений, для выхода из определенных ситуаций, для того, чтобы вот найти тот правильный путь возрождения, возрождения и принятия. А вот эти письмена, которые на руке, вот в правой руке татуировка у него, соль, это растворять, он вот держит кисть художника, а в другой татуировка со словами объединение, объединять. То есть вот это вот контраст цветов, то есть я захочу, растворю тебя на жизненном пути, а захочу, наоборот, объединю тебя в одну палитру. То есть вот это вот как раз-таки те цвета жизни, которые подвластны человеку в первую очередь, но управляет ими, этими цветами, дьявол. Дьявол, сидящий глубоко вот в тебе. Дальше, следующая карта, это у нас башня. Здесь у нас зеленое-зеленое дерево вдалеке находится, и в него попадает молния. И человек со стороны, наблюдающий вот эту ситуацию, да, он как бы, смысл в том, что он прочитывает вот эту башню, и башня ему как бы дает предупреждение. То есть, ну вот смотри, что может быть, если вдруг что-то не срастется. То есть вот это поражение дерева, самой вот этой молнии, оно предостерегает человека, предохраняет от излишней гордости, от излишней зависти, от вообще в принципе человеческих излишеств, которые идут у нас по предыдущей карте дьявола, и заставляет вообще увидеть ситуацию по-другому. То есть вот как бы молния с деревом предупреждает, вот до чего может довести тебя человек разумный, твое неправильное решение, твой неправильный выбор. вот, и тут вот оторванные ветки, а вот человек в красном, он испытывает сильнейшие эмоции, то есть красный цвет, это очень сильные эмоции. Вот он просто со стороны наблюдает за происходящим, и он просто вот как бы в шоке вот в таком. Вот, то есть он как бы даже и не мог предположить, что картина как бы может так вот обернуться. То есть вот это вот как раз-таки не просто крушение и потеря всего, это предостережение человеку, то есть будь внимателен, будь осмотрителен, не допускай до крайности, потому что вот видишь, что может случиться, и ты будешь стоять в стороне и смотреть на все это, как все твои идеи и неправильное решение, возможно, неправильные эмоции, которые ты будешь применять, возможно, как оно может вообще навредить и как оно вообще может разрушить. Вот смотри, стой и смотри вдалеке, а стихия тебе покажет, насколько она сильна. Далее, карта звезда. Ой, шикарная карта, боже, как же мне нравится эта брюнетка, которая оголенная, сидит вот на таком прекрасном лепестке в позе лотуса, на лепестке цветка, вот в позе лотуса, и она, взгляд ее направлен вот в одинокую вот эту звезду, сияющую в небе. Вот это мечта, это обязательно сбывшаяся мечта, это тот путь, который ты должна определить, ты должен определить для себя, который приведет тебя к очень хорошему конечному результату. То есть, наконец-то, сейчас все обстоятельства складываются таким образом, что ты только никуда не сворачивая, должен идти вот по этому направляющему пути, решение, которое приходит в этот момент, оно правильное, оно грамотное, и оно верное, и несмотря на то, что, возможно, до этого были и смутные сомнения, терзали смутные сомнения, вы колебались в чем-то, то здесь расслабьтесь в позе лотуса, получите 333 удовольствия, потому что сейчас наступает самый благоприятный период, когда все пазлы складываются, вы реально понимаете, что по звезде можно загадывать все, что угодно, оно непременно исполнится. Дальше, карта луна, очень интересная карта, и здесь тоже кажется, вот, ну, что, девушка в лесу, да, в заснеженном лесу, наверху полная луна, в котором отображается такой тоже женский лик, но с другой стороны, на фоне луны мы видим с вами очень много летучих мышей, с одной стороны, а в чаще леса у нас такие мерцания глаз из тьмы, кто это, это непонятно, кто это, призраки в ночи, либо те же самые мыши, либо, возможно, это глаза, не просто призраков, а ваших каких-то смутных сомнений, и они сбивают вас с пути, то есть, мы не должны бояться темной стороны, в темной стороне тоже есть твои определенные плюсы, и мы должны, ну, как бы, их учитывать и принимать, и вот, на самом деле, всегда темнота, и непонятные какие-то тайны, загадки, вопросы, смятения, они сбивают нас в пути, и вот девушка, она сама чистая, в белом одеянии, она, значит, с чистыми помыслами, она шла по какому-то своему определенному пути, но она стала оглядываться, когда она увидела вот эту темноту, она попала в эту темноту, то есть, когда вы реально попадаете в такие обстоятельства, хотя бы реально понимаете, что вы все делаете правильно, и помыслы у вас чистые, то на вашем пути могут быть и смятения, и тайны, и страх, и какие-то недомолвки, и возможно те же самые тараканы в голове, которые не отпускают вот какую-то определенную ситуацию, вы не можете дойти до этого пути до конца, то есть, здесь как раз-таки, да, прислушайтесь к себе, для того, чтобы вы достигнуть этого идеала, это темнота, которая, она под вашим добрым началом, она будет отступать прочь, потому что всегда, в любом случае, если вы человек чистый, а здесь по карте вы человек чистый, вы должны темноту покорить, темнота должна вам покориться, и вы должны найти ответы на любые вопросы, поэтому не пугайтесь страхов, не пугайтесь мутных сомнений, старайтесь идти все равно вперед, оглядываясь на то, и принимая во внимание какие-то моменты жизненные, принимая во внимание какие-то обстоятельства, ошибки, все это вы должны просмотреть, потому что, да, вы оглядываетесь назад, значит, вы делаете какой-то мониторинг на прошлое, для того, чтобы все-таки дойти до конца, но не бойтесь, не бойтесь вот этих препятствий, все равно идите вперед. Очень мне нравится карта солнца, вот карта солнца по классике это у нас, конечно, радость, исполнение желаний, все положительные моменты, но здесь смотрите, два дельфина опять-таки на фоне естественно рассвета, так как солнышко у нас встает, карта солнца, здесь рассвет, они резвятся как бы друг за другом и здесь вот наблюдается некая такая цикличность, то есть один у нас дельфин выпрыгивает из воды, а другой наоборот, достигнув пика прыжка над водой, он наоборот будет сейчас погружаться вот в пучину вот этого моря, океана, поэтому здесь это в первую очередь, конечно успех, это успех и надо мы, мы должны это оценивать успех, оценивать высоту этого прыжка и расти дальше, то есть вот для достижения следующей своей мечты, ну естественно это и ключевой какой-то вот продуктивный период, это преодолевание каких-то противостояний, это продвижение в делах будет однозначно, это вот бескрайние какие-то планы и их осуществление в определенной цикличности, и причем вот эта цикличность, закономерность, которая будет идти у вас по достижению этих планов, она будет всегда идти на позитиве, то есть каждый последующий цикл, он идет с еще большим подъемом, с еще большим успехом, карта очень светлая, позитивная, и здесь однозначно вот по этой карте мы четко уверены, что все закончится наилучшим образом, несмотря на то, что проходит как восход, закат, и тьма сменяет свет, и свет сменяет тьму, вот эта цикличность воды, вот эта цикличность закатов, рассветов, это цикличность в прыжках двух дельфинов, парная работа, парная работа, то есть компаньоном, работа с компаньоном, рука об руку, то есть вы как две руки, вот такая вот пара, если на работу, например, вы раскладываете, карта именно периодичности, цикличности, закономерности, которая приведет вас к мечте однозначно. Дальше, карта мир, здесь карта мир, ну, вообще она по книге Марина Равера, называется обновление. Здесь мы видим четырехкрылого ангела, который парит над землей, и он как бы знаменует нам конец и дает новое начало, то есть всегда естественно символическую трубу он держит, то есть любой конец, правильно, грамотный, выстроенный конец, имеет под собой и продолжение какое-то начало нового дела, и вот он как раз таки и говорит о том, что идет завершение того, что было начато, и он в своей мощи, вот такой огромной мощи, он знаменует победу добра над злом, естественно, любой ангел это победа добра над злом, и его крылья как раз таки подчеркивают вот эту вот свободу, то есть если у вас где-то был застой в делах, то есть ангел этот предвестник наконец-то скорой победы и завершения, успешного завершения этого дела, то есть здесь у вас вы можете уже смело даже строить планы на будущее и на отдых, то есть а так как все равно эта карта будет привязана к цикличности, к жизненной цикличности и цикличности всех жизненных циклов как таковых, то естественно здесь вы можете ну как бы идет такое время перемен и вот это вот время перемен вы должны вовремя поймать его и следуя естественно своим мечтам, замыслам, каким-то целям, достижениям каких-то целей вот поэтому открывайте новую энергию как бы выдыхайте по окончании предыдущего дела и делайте новый вдох для того, чтобы открыть новое дело новое мечту новое покорение новое вершины то есть вы здесь по этой карте выходите полным победителем и карта открывает вам еще новые и новые возможности ну и последняя карта карта мир ой простите пожалуйста это карта суд называлась она не карта мир а обновление а здесь идет карта мир по книге Марина Раведа это идет достижение конечно это кульминация это кульминация когда вы полностью завершили все начатые задумки то есть вы видите что здесь два ангела которые держат на своих ладошках земной шар а в земном шаре у нас стоит огромный огромный построенный замок над которым возвышается у нас радуга вот вот здесь вот радуга вот она возвышается и вы своей собственной рукой докладываете последний пазл это кульминация всего где совпадает и познание себя и исполнение нашей мечты и взращивание нас самих и становление на какой-то более высокий уровень ну какое ключевое значение что бы вы не делали над чем бы вы не трудились рано или поздно это неуклонно закончится полоса удачи полоса невезения какая-то какие-то планы которые долго долго шли к своему завершению наконец-то рано или поздно все завершится и по этой карте завершение уже достаточно скоро осталось его действительно сделать один единственный шаг и все будет завершено не бойтесь идите вперед потому что то что вы соберете то что вы сделаете то что вы изначально задумали оно правильно оно грамотно оно гармонично оно принесет вам радость и все ваши задумки сбываются не просто так это как бы еще и божественное сверху это божественная защита сверху она вас благословила на это дело и вы не просто так взялись за это дело и не просто так изначально мысль на самом первом этапе к вам пришла она правильная мысль к вам пришла и с реализацией этой задач вы не просто реализуете задуманное вы получаете еще высшее божие благословение и вам открываются еще более интересные новые дороги не бойтесь новых дорог и не бойтесь по этой карте вот этого логического завиш завершения в каждом новом деле это новый этап и развития и продвижения и божественные защиты ну вот так вот для меня открылись все старшие арканы надеюсь вам понравилась моя трактовка мое описание я надеюсь что вам все это пригодится а в следующих видео мы уже будем с вами рассматривать работу с младшими арканами огромное вам спасибо за внимание всего вам хорошего и до новых встреч